За Буйкини заплывать. С началом купального сезона это правило снова приобретает актуальность. Несмотря на то, что воздух и вода еще прохладные, детей это не останавливает. Они ждали наступления лета целый год. Но купание должно быть в радость и без вреда. Готовность пляжей к открытию проверили представители администрации Щелковского района. Частота воды и безопасность для купания стали главными вопросами проверки. В этом году в Щелковском районе открылись четыре официальных пляжа. В городском парке культуры и отдыха, на Черном озере, Суворовских прудах и на Медвежьих озерах. Все они прошли проверку и готовы к наплыву отдыхающих. Старт к купальному сезону 1 июня дали в городском парке. Начинали мы с двух пляжей, сейчас уже четыре пляжа. Думаю, что и дальше будем продолжать эту работу, понимая, что населению необходимо организованные места купания. Анализ проб показывает, что вода к купанию приспособлена. Еще в прошлом году река Клязьма была непригодна для купания. Об этом свидетельствовала и табличка «Купание запрещено». Проверка воды будет заново осуществляться каждый летний месяц. Если вода не будет соответствовать нормам, жители сразу узнают. То есть вы будете мониторить постоянно качество воды? Вот видите, Алексей Алексеевич, как качество воды позволяет, мы завешиваем табличку, чтобы купаться запрещено. А только не соответствует анализ. Сразу открываете табличку и все люди видят, что купаться. Зона отдыха должна быть готова. По словам директора городского парка культуры отдыха Эмиля Куняшева, на этом месте осуществлялся полный комплекс мероприятий. Завезен новый песок, заменены старые ограждения, обновлены конструкции малых архитектурных форм. Шезлонги заказаны. Где-то после 10 июня у нас уже порядка 20 шезлонгов. Это будет пластиковые. За благовременно перед открытием сезона также обследовалось и очищалось дно водоема. Положительные результаты дали и пробы песка. Главное – безопасность жизни и здоровья. Чтобы никто не пострадал во время отдыха, в школах проводятся разъяснительные мероприятия. На самом пляже работают спасательные и медицинские службы, а также радиооповещания о правилах поведения на берегу и на воде. Постоянно объявляют, как вести себя на воде и следят, что дети, вот я вчера наблюдала такую картину, дети выплыли за буйки, тут же все увидели. Ребенку нравится, вот заявил, вчера мы были, я сказала, сегодня только сюда пойдем. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»